Увидеть реальную ситуацию в регионах своими глазами, выслушать людей и помочь им. Такую задачу ставит перед собой депутат Госдумы России Алексей Журавлёв. На днях он побывал в Примургском крае. Посещение Владивостока – часть проекта «100 городов России». Наш город стал 85-м в маршруте Алексея Журавлёва. Масштабы страны не могут себе позволить нам сосредоточиться на каком-то одном регионе. И сказать, что здесь такие проблемы, значит, будут проблемы в других регионах подобного класса. Нет, это не так. У нас отличаются регионы один от другого. Такое впечатление, что все в другую страну приехали. По словам Алексея Журавлёва, встречи с людьми позволяют понять реальную картину жизни в регионах, а если нужно, помочь решить важные проблемы. За время поездок по стране депутатам собрано более тысячи обращений. Их отрабатывает специальная группа. Несколько тем депутат выделил особо. Например, доступность медицины или состояние школ. Не менее важны проблемы экологии, когда предприятия, зарегистрированные за границей, загрязняют окружающую среду в российской провинции. При этом не вкладывают деньги в регион, в котором работают. Далеко ходить тоже не будем. Надо посмотреть. У вас-то вот эти угольные порты, терминалы, которые здесь построены, они что делают? Переваливают уголь. Тоже хорошо. Угольной пылью все дышат. В одном терминале. Второй терминал. Сейчас ещё что-то там строят. Ну то есть, это же ведь нужно было кому-то дать разрешение на это. Я понимаю прекрасно, что местные власти с этим справиться не могут. То есть, фактически, это олигархические структуры, которые просто наплевать, что тут происходит с экологией. Справиться с цинизмом олигархов поможет только жёсткая позиция государства, уверен Алексей Журавлёв. Предприятия должны платить налоги и поддерживать социалку там, где они работают, а не прятать прибыль в зарубежных офшорах. Такое же требование верность родине нужно применить и к чиновникам всех уровней. Ну если ты решил здесь, так сказать, высшую государственную должность занять, мэра, губернатора, правительстве, депутата Государственной Думы, будь добрым и здесь до конца своих дней живи, оставшиеся. А если нет, то нечего туда лезть. Вместе с Алексеем Журавлёвым во Владивосток приехал известный футболист Дмитрий Булыкин. У него своя повестка. И это не только спорт. Я всегда был в спорте и всегда думал только про спорт. А сейчас очень много вопросов, которые хочется решить. Кроме Владивостока, Алексей Журавлёв побывал в соседнем Артёме и в нескольких сёлах Приморья. В ходе встреч депутату жаловались на нехватку школ и детсадов, плохие дороги, отсутствие парковок, проблемы с общественным транспортом. Были жалобы и от предпринимателей. Парламентарий убеждён – власти должны поддерживать развитие производств, а не вставлять им палки в колёса. Моя главная задача – поговорить с людьми, с народом. Посмотреть, как они оценивают это дело, чем я могу им помочь и какие их предложения могут лечь в основу моей дальше законодательной работы. Юлия Рокотская, Александр Солков, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.